Бобруйск Тем временем у спортсменов идут последние приготовления. Среди 30 участников и Тимофей Гришков парень представляет Бобруйск. Из своих 16-ти 4 года занимается робототехникой. На профессиональный уровень вышел в 2020-м. За это время уже успел завоевать награды различного уровня. На домашнем чемпионате представляет свою новинку. Над машиной трудился несколько недель. Роботы «Профис» уже все идут с турбиной, поскольку это позволяет сильно увеличить сцепление с трассой. И оборот моторов начинается от 2000. Средняя скорость по трассе 2 метра в секунду. Роботогеймс – турнир хоть и новый для города. Внимание ему уделяется самое пристальное. Главный устроитель Бобруйской горы с полком. Робототехника сегодня – это двигатель прогресса. Это направление активно внедряется в систему образования. Учреждения образования нашего города активно используют робототехнику, элементы скреч-программирования, системы образования, лего-технологии в образовательном процессе. Это и средняя школа номер 34, это и гимназия номер 3, это и, естественно, центр дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска. В наш город сегодня съехали самые лучшие команды, лучшие спортсмены по образовательной робототехнике, которые участвуют в этапах КОРа. Это Кубок по образовательной робототехнике. Сегодня приехали в Бобруйск, что, конечно же, усложнит соревновательный момент, потому что ребята действительно очень сильные. Но и это очень важно для города, важно для любых инициатив города, потому что молодежь сегодня, занимаясь робототехникой, соответственно, развивается, ставит перед собой цели и достигает их. Что касаемо Кубка по образовательной робототехнике, турнир, к слову, самый престижный в стране, проводится в 7 этапов. И уже в марте один из них примет Бобруйск. Мы организуем робототехнические соревнования по всей Беларуси. Я с уверенностью могу сказать, что сейчас не каждый областной город может или проводит соревнования по робототехнике. Не каждый город областной Беларуси это делает. А Бобруйск уже в этой череде. И это очень приятно. Надеюсь, что это будет соревнование постоянным, регулярным. Открытый чемпионат Бобруйска – это в первую очередь соревнование. Участники состязались в двух номинациях – стандарт и образовательные конструкторы. В первой все награды забрали минские спортсмены, во второй – первое и второе место тоже у столичных изобретателей. А вот бронза досталась Бобруйску. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.